всем привет ребята с вами эфи и данный ролик посвящен тому что мы будем с вами выводить звук через карту захвата куда вам там удобно и нужно данный ролик подойдет именно конкретно тем людям у которых есть карта захвата во всех остальных случаях этот ролик скорее всего не поможет потому что если вы подключаете напрямую playstation к компьютеру к монитору к телевизору к домашнему кинотеатру не суть важно то есть именно напрямую идет подключение к какому-то устройству то именно которая будет вам отображать всю игру и так далее у вас звуки будут выводиться именно через колонки в мониторе либо же через домашний кинотеатр через стереосистему и так далее и тому подобное вот то есть данный ролик именно для тех у кого есть карта захвата собственно я с этой проблемой что не выводился звук у меня его вообще не было слышно морочилась дня два наверное это еще хорошо я на самом деле быстро все решила вот мне еще немножко помогли там и собственно проблема была решена поэтому я решила поделиться со всеми остальными этим потому что я думаю наверное многие может быть сталкивались такой проблемой но не знали как ее решить а на ютубе или же вы на просторах интернета такого просто нету решения его вообще вот ну я даже была несколько удивлена поэтому ну если даже она и есть то она на зарубежном ютубе может быть лежит зарубежных пользователей но не на ру сегменте точно потому что их нету этих видосов таких такого плана в общем что нам надо сделать нам надо правой кнопкой мышки нажать на наш динамик справа внизу в углу нажимаем правой кнопкой мышки дин на динамик выбираем параметр звуки у нас высвечивается данное окно выбираем вкладку запись видим нашу карту захвата которая отображается как микрофон у вас естественно может быть другое любое название там live game portable просто 2 и так далее ну короче без разницы какой там эльга то стрим и прочее прочее вот правая кнопка мышки по нашей карте захвата выбираем свойства чисто для своего успокоения вы можете обновить драйвера нажать на кнопку свойства изменить параметры драйвер и обновить драйвер скорее всего это вам ничего не поможет потому что когда вы подключаете карту захвата компу на восьмерке на десятке это точно на семерке скорее всего да и на семерке то же самое у вас идет сопряжение с интернетом с компьютером у вас автоматически загружаются драйвера и все что нужно то есть она подключается само все и драйвера последние сами 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 ставятся в общем если вы поставили обновили драйвера или же положили на это болт что принципе скорее всего процентов 90 так и будет вы нажимаете по вкладку прослушать в параметре воспроизведите данного устройства выбираете свои динамики можете поставить устройство воспроизведения по умолчанию но лучше задайте конкретный путь чтобы чтобы в общем отвадить знаете от себя какие-то там может быть а в а вдруг а это то в общем чтобы четко компьютер понимал что вы от него хотите выбирайте свои динамики ставите далее галочку напротив прослушивать данного устройства применить ну и собственно на окей все звук идет звук есть то есть казалось бы все легко и просто да вот для некоторых может быть это на кое-какие затруднения возникли в этом например как у меня потому что когда я первоначально себе карту захвата поставила когда первый раз ее то есть принесла и купила принесла и включила все работало отлично потом переустановила системы она как того чё то вот начала выделываться поэтому в общем пришлось искать решение хорошо звук мы выводим звук мы точнее слышим наших наушниках либо же в колонках неважно нам теперь надо как-то это все вывести в bs для того чтобы это все вывести звук в bs для ваших стримов либо видео разницы не имеет либо же просто вам вот хочется вы переходите собственно в bs создаете сцену создаете сцену то есть и вам видно вашу ваш playstation вот далее что мы делаем мы то есть сцену создали да нам надо сделать источник то есть я думаю что люди которые уже на ю тубе и они записывают ролики и так далее для них это проблемы никакой не создаст это сделать но для тех кто может быть только хочет начать что-то там как бы захватывать видосы сидела мы берем нажимаем правой кнопкой мышки в источниках добавить устройство захвата видео нажимаете ok и далее вы выбираете нажимаете на устройство захвата видео выбираете свойства и вам видно ваше изображение с playstation а да и чтобы его было видно в параметре устройства вы выбираете вашу карту захвата то есть то что выводит вам видео можете конечно также сама вывести и таким же образом вебку но вебка уже выведена поэтому смысла в этом нет в общем вывели это все добро же вам окей далее что нам надо сделать то есть вот это вот это вы будете просто слышать как бы звуки именно то есть если он донаты приходят если вам надо чтобы прям вот все что есть на компьютере все было слышно абсолютно то есть вы воспользуетесь вот этой вот устройством воспроизведения да но если вам это не надо а вам надо именно вот вы сейчас ссори вы сейчас звука не слышите а если вам надо чисто вот понимаете звук именно самой пойки и чтобы вообще никаких других посторонних там звуков не было примеру там в контакте забыли выключить или еще что-нибудь вам надо вот чтобы звук выводился здесь да вот мы нажимаем но чуть вообще ничего не происходит ни звука ни фига мы нажимаем левой кнопкой мышки на шестеренку в свойства идем можно также сама на самом деле вот просто правая кнопка мышки на устройстве захвата видео свойства сути не меняет по факту это одно и то же листаем вниз и у нас есть режим вывода звука захват только аудио выбираем вот это далее чтобы звук выводился vbs еще именно с самой карты захвата именно самой пойки чисто только один звук игры не важно чего нажимаете галочку напротив использовать пользовательское аудио устройство далее звук сейчас пошел выбираете можете вот это выбрать в принципе можете вот это разницы абсолютно никакой сейчас она раздуплится да вот видите то есть можете вот это выбрать можете вот это выбрать разницы никакой я выберу лучше вот это потому что потому что мне так хочется вот и чисто такой маленький совет чтобы у вас при записи к примеру видео либо же при стриме бывают такие знаете дропы изображения то есть вы играете у вас все нормально на поике а на самом самом трансляции либо же на видосе дропы начинаются то есть задержка в как будто fps знаете так дико проседает уберите буферизацию то есть не авто обнаружение не включена чтобы она была чтобы она нафиг отключена была и тогда у вас будет все окей нажимаем ok и у нас все работает то есть тут есть тут есть все супер все работает вот что собственно в чем вообще разница между этими двумя параметрами ну я принципе так коротко уже объяснила в устройство воспроизведения вы будете слушать абсолютно точнее вы будете транслировать абсолютно все звуки у вас к примеру там вы подключили устройство к компьютеру у вас там звук вывелся до соответствующие о том что устройство подключено вам написали вконтакте к примеру вы не закрыли вконтакте такой тоже может быть у вас звук вконтакте тоже будет слышен если вы стримите и вам надо чтобы у вас донаты были слышны вы выбираете именно вот устройство воспроизведения чтобы у вас звук воспроизводил точнее выводил в трансляцию тогда будет слышно и донаты и к примеру музыку если вы хотите включить до параллельно чтобы какой-то ambient был если же вам это не нужно вы включаете именно устройство захвата видео то есть примеру там чтобы вообще никаких посторонних звуков не было абсолютно то есть слышно либо вас либо вообще даже ну вас не слышно вы для этого выключаете микрофон само собой чтобы вообще никаких посторонних звуков не было чтобы знаете там примеру каждый раз не выключать то что вам там надо там контакты и еще прочее прочее то вы просто выбираете устройство захвата видео включаете здесь звук и все то есть ничего другого кроме звука с playstation у вас не будет абсолютно в принципе все в принципе все меня тут очень много на самом деле поэтому поэтому общем убирая это все добро в общем вот вот так вот решается вся эта проблема канитель с со звуком если будут у вас какие-то вопросы либо же у вас что-то будет не получаться то оставляйте комментарии задавайте вопросы я отвечу по мере своих знаний в каком-то вопросе вот и я надеюсь что вам помогу данное видео и хочу сказать всем большое спасибо что уделили внимание свое время и удачи вам ваших стримах записи видео и просто в игровых похождениях всем пока